Витаю сябры! Конечно, одним из основанных подеев этого месяца Саковика является святкование 100 годов БНР, которое отбылось с 25-го Саковика и подеи, которые развивались вокруг этого свята. А я нагадаю, что когда оперного татра отбылся дозволенный Мингарвы Конкамам концерт, который собрал довольно много людей и прошел довольно позитивную ноту. Но наши влады позитивный этот настроек поднимать не оздоровели и продемонстрировали свои привычные репрессивные подходы и по гарду основных гражданских правов. Шестя, которое планировало провести, которое политический действитель Мингарвы Конкам не дозволил, мы зафиксировали шматликие випадки от вольных затримантов превентивных. Поздравляю! 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 Ага, лишь и надеще, это одного из тех, которые были уже осуждены до административного across Ulrici seconds — Расштадьевича, Офнагеля, Винярского, Никлеева, И в каких процессуальных процедурах это отбалось, абсолютно не изразумело. Один из разумелых, что постановы, которые были вынесены судами, застаются в сезаконной силе, и в любой момент этих людей могут затремать и отправить в ЦИП, так сказать, досиживать неотсиженные сутки. Но так само у Саковику стало ведомо, что еще аж наукостричнику минулого года был приведен в выканание с народной присуды до чининида Казачка, Кирилла Казачка, и таким чином Беларусь, протягивая, применяет смиротное покарание на практице, и мы в черговый раз закликаем белорусские влады до введения моратория, как первого круга до полной отмены смиротного покарания. В турмах протягивались находятся близнеаволенный Михаил Жемчужин и Змитрий Полиенко. Змитрий Полиенко, по оборудованию информации, зараз переведены в тюремный шпиталь Угжодина. Господа Жемчужин, протягивая, сутыкаться с дисками, которые оказываются на госбоку администрации поправшие установы. На жаль, зим не сдурила сустараться комиссия по назиранию за местами позбурения воли, по той простой причине, что администрация попросту заборонила сустаркаться с Жемчужином, это выучит, что им находится в ШИЗА, что является дорожным порушением положения этой комиссии и порушением права усябров в этой комиссии. В целом, конечно, мы означаем, что под зим 25-го соковика продемонстрировали то, что подоходы уладов не сменились, они застались такими, как они были и ранее, и улады, как я уже ранее сказал, демонстрируют полную погарду до гражданских правов и не готовы их забеспечить, их реализацию. Таким чином, на жаль, по цему соковика мы не зауважили никаких истотных полягшений у ситуации в Украине. Дякую за увагу, до побачения.